Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я хочу с вами поговорить о корейской косметике, а именно о бренде Neogen. Бренд Neogen это действительно классный корейский бренд. Его отличают, во-первых, хорошие составы, они в основном натуральные, и во-вторых, действительно работающие и действующие средства. Этот бренд, скажем так, очень нестандартно подходит к своим средствам. Он выбирает крайне интересные ингредиенты и компоненты, что я вам покажу чуть-чуть попозже. Поверьте, мне будет интересно. Так что заваривайте чай, кофе и давайте начинать. Поехали! Перед началом этого видео также хочу сказать, что у меня уже было видео о корейской косметике. Оставлю здесь обязательно ссылочку. Там тоже был бренд Neogen, также был Nosific, Misha и многое другое. Так что если вы хотите посмотреть больше видео на эту тему, то можете перейти именно вон туда. Итак, первое, что я бы вам хотела показать, это пенка для умывания с экстрактом пшеницы. Очень-очень интересная пенка. Тот, кто смотрит меня давно, уже видел у меня такие пенки, но не с экстрактом пшеницы, у меня до этого была с клюквой. Здесь, что интересно в данной пенке, здесь везде действительно на самом нижнем вот таком дне находится либо клюква, либо, как здесь, пшеница, либо же есть еще зеленый чай и есть еще, по-моему, голубика. Очень-очень интересно выглядит данное средство, очень необычно. И поверьте мне, это действительно классные пенки. Я уже пела оду, просто оду любви пенки с клюквой, я ее обожаю, я ее показывала в каждом видео про уход, еще и в пустых банках я вам ее нахваливала. И теперь вот пришел черед второй версии. А вообще основным ингредиентом данной пенки является рисовая вата, которая увлажняет кожу, которая снимает раздражение, успокаивает кожу и также выравнивает цвет лица. Все эти пенки я очень-очень люблю. Предыдущая пенка с клюквой, она подходила всем типам кожи, но, наверное, все-таки для сухой кожи она была, ну, такая, соу-соу. Если кожа очень сухая, она могла и не подойти. Вот эта же пенка еще мягче, она в особенности подойдет тем, у кого сухая кожа и у кого чувствительная. Она тоже, на мой взгляд, абсолютно универсальна, ее может взять любой тип кожи и, скорее всего, она ему понравится. Лично мне нравится эта пенка тем, что, во-первых, она очень мягко и нежно очищает кожу, совершенно не стягивает ее, не образуется сухости. Она также не образует пленку, просто идеальная пенка. Кроме того, мне очень нравится то, что здесь есть дозатор. Следующее, что я хочу вам порекомендовать, это вот такие пилинг-диски с вином. Согласитесь, очень странный и интересный компонент. Почему, собственно, вино? Оказывается, то, что красное вино – это богатейший источник антиоксидантов, органических кислот, макроэлементов, то есть железа, витамин В, и также витамины группы В. И все это в комплексе оказывает, во-первых, стимулирует выработку коллагена, выравнивание цвета лица, избавление от токсинов, тонизирование кожи и ее укрепление. В общем, крайне интересный компонент, который, конечно же, не нужно употреблять в больших количествах. А данные пилинг-диски интересны тем, что, во-первых, они очень хорошо пропитаны эссенцией, они просто невероятно пропитаны. И, во-вторых, у этих пилинг-дисков есть две стороны. Первая сторона – это марлевая сторона, ее мы используем в качестве первого шага. Эта сторона достаточно грубая, и она оказывает механическое отшелушивание кожи. Вторая сторона более мягкая, и она как раз-таки является завершающим этапом нашего пилинга. Таким образом, мы получаем достаточно мягкий и нежный пилинг. Эти пилинг-диски подойдут для новичков в кислотах, потому что кислота здесь содержится не в очень большой концентрации. И таким образом, вы, во-первых, не сожжете себе кожу, не травмируете, и у вас не возникнет ощущения сухости, что тоже очень важно, что бывает после кислотных пилингов. Здесь именно формула, подходящая для всех, и для новичков, и для неновичков – это мягкое, нежное средство, которое не вызовет потом у вас проблем на коже от слова совсем. Так что, если вы новичок и ищете что-то действительно работающее, то обратите свое внимание на вот такие пилинг-диски. Следующее средство не менее интересное, чем предыдущее с вином, и это тонер-эссенция. А интересно данная тонер-эссенция тем, что она более чем на 93% состоит из ферментированных ингредиентов. Сейчас я вам зачитаю. Это бифидобактерии морепродуктов, фермент дрожжей, березовый сок, ферментированный экстракт риса, и также здесь содержится очень интересный, уникальный запатентованный комплекс, который называется Biometric Fluid Tears, который создан наподобие человеческих слез. Наподобие функций человеческих слез, сразу же оговорюсь, считается то, что человеческие слезы, как ингредиент, как компонент, несут в себе увлажняющие, защитные и противовоспалительные свойства. Так что, если вы считаете, что бренд Neogen это очень простой, ничем не примечательный бренд, то думаю, вы уже изменили свою позицию, потому что вино, всякие экстракты злаков и человеческие слезы, это очень и очень даже нестандартно. Конечно же, девственницы не сидят у нас на тэссенции, не плачут и не собирают туда послединки. Нет, этот запатентованный комплекс, как я уже сказала, сделан наподобие человеческих слез, но все же, согласитесь, это очень и очень занятный и интересный факт. Данная эссенция мне на самом деле понравилась. Это, скажем так, базовая хорошая эссенция, которая не делает никакого вау-эффекта. Она действительно увлажняет кожу, она действительно выравнивает тон, помогает нормализовать гидролипидный баланс и, в общем-то, все. Просто хорошее базовое средство, которое не будет конфликтовать с вашим уходом последующим. Следующее, что я вам хочу показать, это солнцезащитная эссенция с пробиотиками. Да-да, я же говорю, бренд очень интересный. Здесь у нас SPF 50, что очень хорошо. И также здесь защита, конечно же, и от лучей UVA и от UVB. Что очень важно, это средство имеет очень легкую консистенцию. И так как мы наносим это средство последним этапом нашего ухода, то есть мы сначала умываемся, потом тоник, потом сыворотка, потом крем и потом только солнцезащитная эссенция. И если бы это средство было плотным, то, согласитесь, это могло бы привести и к тому, что кожа забивалась бы, и к образованию воспалений, и в целом кожу было бы некомфортно. Эта же эссенция очень легкая, вы совершенно не ощущаете ее на коже. Она невероятно приятно пахнет и быстро впитывается. Она оставляет сияние, должна предупредить сразу, если у вас кожа жирная, то вам подобный эффект, скорее всего, не понравится. Но если вы не против сияния, то обратите свое внимание на это средство. Оно действительно очень классное. И также хочу заметить то, что я уже сейчас использую эту эссенцию, потому что, несмотря на то, что сейчас уже нет никакого солнца, по крайней мере у нас в Москве, но осень, зима и весна – это отличное время для применения кислот и ретинола, чем я сейчас активно пользуюсь. Но подобные ингредиенты после себя обязательно требуют нанесения СПФ, а иначе у вас может возникнуть пигментация и другие неприятные последствия на коже. Поэтому можно использовать тон с СПФ, или можно использовать, например, вот такую вот защитную эссенцию. Что, кстати, касается пробиотиков. Хотела вам зачитать, извините, я просто не могу это все запомнить физически. Здесь содержатся три вида пробиотиков. Это, во-первых, лизат бифидобактерий. Вы о нем наверняка уже слышали. Это невероятно модный компонент. Также здесь содержатся фермент термофильного стриптокока и также молочный белок и комплекс из трех видов гиалуроновой кислоты, что, кстати, очень заметно, потому что это средство действительно увлажняет. И последнее средство от этого бренда, которое я хотела вам показать, это вот такой вот крем с азуленом. На самом деле это не совсем бренд Neogen, это его ответвление. Бренд называется Neogen Sur Medic. Данный крем интересен тем, что, во-первых, у него очень красивый голубой цвет. Вы только посмотрите, насколько это красиво. И нет, данный цвет достигается не за счет красителя. Данный цвет крему придает ингредиент гвизулен. Данный крем призван для успокоения и увлажнения кожи. В общем-то, именно это он и делает. Он немножечко увлажняет, немного питает, немного успокаивает. Он все делает, скажем так, немного. Для меня это простой базовый крем, который не будет давать никакого вау-эффекта, но и который хорош тем, что он не будет конфликтовать с вашим другим уходом. Я думаю, вы уже знаете про одно из базовых правил ухода, то, что нельзя везде брать активные компоненты. Нельзя брать кислотный тоник, ретиноловую сыворотку, какой-нибудь еще крем с витамином С. Это будет too much. Ингредиенты между собой будут конфликтовать. Нужно использовать в своем уходе лишь одно средство с активными компонентами. Поэтому вот этот крем – это простой базовый крем, который не будет у вас ни с чем конфликтовать. Кроме того, состав данного крема интересен тем, что здесь есть центелла азиатская. Я думаю, вы все уже слышали про этот компонент. Также здесь есть мадагасасидовая кислота, азиатиковая кислота и, конечно же, пантедол, который мы все знаем и любим за его успокаивающие свойства. Так что, как видите, очень интересный бренд Neogen. Он нестандартно подходит к своим средствам и к выбору ингредиентов. У нас здесь и различные клюквы, экстракты пшеницы, у нас здесь вино, пробиотики, лизаты бифидобактерий. У нас тут человеческие слезы, ферментированные ингредиенты, азулены. В общем, крайне-крайне интересные бренды, на которые, я считаю, точно стоит обратить свое внимание. Ценовая категория у этого бренда не люкс, но и не масс-маркет. Но на сайте StyleKaren постоянно проводятся скидки и акции, так что, если сегодня скидки нет, то попробуйте зайти завтра и она обязательно будет. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!